За 12 лет по государственной программе в области отремонтировались 429 многоэтажек. Идут работы по обновлению сферы электроснабжения, энергетики и других. К отопительному сезону в области завершат реконструкции важных систем. О проделанной работе по развитию жилищно-коммунального хозяйства за 8 месяцев текущего года на брифинге рассказал руководитель ведомства Мирас Мулкай. Основная проблема всех коммуникаций области – это глобальный износ. Так, если в теплоснабжении он в среднем превышает 50%, в водоснабжении более 60%, то в электроэнергетике более 80%. Реконструкция сетей водоснабжения ведётся в трёх микрорайонах города Аксай Бурлинского района, в Уральске на реконструкцию, второй и третий КНС. В текущем году из местного бюджета выделено около полутора миллиардов тенге. Обе введут в эксплуатацию в этом году. По тепловым сетям работы завершат до начала отопительного сезона, заверил спикер. Кроме того, в целях погашения кредиторской задолженности, а уже и теплоэнерго полностью, в начале этого года была погашена задолженность перед «Казак Газа Аймак», из областного резерва было выделено полтора миллиарда тенге. В настоящее время долгов предприятия перед газовым предприятием не имеется. Также реализуются проекты в сфере теплоэнергетики. Это реконструкция теплового магистраля номер 5 на сумму 1,3 миллиарда тенге. В настоящее время работы завершены на 90%. Также планируется до начала отопительного сезона принять объект. Что касается обеспечения жильем, в настоящее время в очереди на его получение по области стоят около 32 тысяч человек. На 1 августа обеспечены 124 очередника, 75 гражданам выданы жилищные сертификаты. Для проведения капитального ремонта общего имущества 26 объектов кондоминимума области в текущем году из республиканского бюджета выделено 879 миллионов. Это на капитальный ремонт крыши инженерных сетей 26 объектов. Также с местного бюджета было выделено 365 миллионов тенге на капитальный ремонт 18 домов. Соответственно, до конца года мы планируем завершить 44 проекта по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. Справочно хотелось бы сказать, что с начала программы реализации по модернизации и капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в области было отремонтировано 429 многоквартирных жилых домов, также 121 проект по ремонту лифтов. Реконструкция Уральской ТЭЦ даст прибавку к вырабатываемой электроэнергии в размере 12 мегаватт. Проект является социально значимым для жителей областного центра. Строительство подстанции в районе ПДП Акжаик выполнено на 95%. Её ведут в текущем году, а в следующем запустят подстанцию в районе ГТС-54 города Уральск. Ещё один крупный проект – это строительство ремонтно-производственной базы в Зачиганске. Он позволит оперативно устранять повреждения и аварии на линиях электропередач. К слову, с начала года на них было зафиксировано 422 факта аварийных отключений. На 24-й год ТОО запланировали ремонт на 595 километров электрических сетей, 19 подстанций, также 214 КТП. Это маленькие трансформаторы, простым языком говоря. На этой цели у нас было направлено 500 миллионов тенге. Эти работы мы планируем завершить до начала отопительного сезона. Также в 2004 году всем известно, что благодаря поддержке Акимов области было направлено порядка 2 миллиардов тенге на приобретение 58 единиц спецтехник, которые были ключи вручены в июне месяце текущего года. Как вам известно, были загрузки по внесению изменений в закон об электроэнергетике. В конце июля месяца был принят данный закон. Соответственно, мы имеем возможность финансирования электрических сетей за счёт республиканского бюджета. Также спикер сообщил о реализации проектов в рамках государственных программ, о работе по газификации и других направлениях.